Всем привет! Ютуб-канал «Беларусы и рынок» начинает новый проект про выбитных, то есть выдающихся беларусов. Сейчас они живут в разных государствах, но прекрасно помнят, где их корни, где их истоки, с чего все начиналось. В нашей передаче они расскажут о своей работе, о своем доме, своих увлечениях и своих взглядах на жизнь. Единственная тема, которую мы постараемся не затрагивать, это политическая ситуация в нашей стране. Некоторые из наших героев по-прежнему находятся в Беларуси, и высказывания на эту тему могут серьезно ухудшить их жизнь. Впрочем, политические взгляды многих из них и так давно уже всем известны. Первый герой нашей передачи – это Станислав Антонович Богданкевич. Станислав Богданкевич родился 1 января 1937 года в деревне Шаповалы Воложинского повета Новогрудского воеводства Польской Республики. Доктор экономических наук, профессор. На протяжении 10 лет заведовал кафедрой денежного обращения и кредита в Белорусском государственном институте народного хозяйства. Создал и в 1991 году возглавил Нацбанк Республики Беларусь, являлся его председателем правления до 1995 года. Почетный председатель Объединенной гражданской партии, академик и вице-президент Международной академии наук Евразия. Самый интересный период – это становление банковской системы суверенной Беларуси. Ну, наверное, очень сильно отличалось от того, что было до этого. Интересно, это все с нуля фактически надо было создавать. У нас не было банковской системы. Мы были воспитаны в таком советском духе, что вокруг все враги. Я не почувствовал, скажем, в Банке Франции, что я хуже их теорию знаю. Мы брали Пировежскую, ехали в аппарат Центрального банка. У нас было такое административно управляемое из центра, из Москвы, учреждение банковское. Кредит мы сами не могли дать, нам лимит спускали. Сколько выбьем лимита, столько дадим кредитам экономики мировой. И тогда же Госбанк был единым таким банковским кредитным органом. Была одна уровня такой банковской системы. А выбивали непосредственно вы или выбивало белорусское правительство, или на уровне Компартии? Как выбивались вот эти деньги для страны, для республики, скажем? В то время это все было, все решалось в Москве в Центральном банке. Центральный Госбанк СССР. Была такая, если говорить откровенно, мелкая коррупция. Мы брали Пировежскую, ехали в аппарат Центрального банка, и там пытались пробить больше лимиту и больше эмиссии. Ну, ехали все, грузины ехали там, наверное, с вином, армяне с коньяком. Я-то запомнил Молдавану. Они ездили с бочонком коньяка. И там бочонок такой дубовый, который долго может храниться. Вот они с этим ехали, а мы более скромные ездили. Ну, и давали все равно Белоруссию больше, чем Молдавану. Я бы сказал, давали больше, но у нас были нормальные отношения, связи были. Я бы не сказал, что это определяло что-то. Но это способствовало дружеским отношениям с чиновниками Центрального банка. Ну, я думаю, что это всегда, так собственно говоря. Я думаю, что это сейчас не изменилось. Все равно все едут с чем-то друг к другу. Но сейчас, скажем, все делается в самом Минске, в самом национальном банке. И я бы сказал, что сейчас система иная. Ведь сейчас национальный банк Белоруссии – это институт, который не занимается непосредственно кредитованием экономики. Кредитует экономику коммерческие банки. А национальный банк – это банк надзора, банк такого контроля, банк последней инстанции в плане спасения какого-то коммерческого банка, назначающего в кредите, банк представления ресурсов по необходимости, банк эмиссии, регулирование денежной массы, инфляции, скажем, через экономические рычаги и так далее. Это иная система. Вы возглавляли Национальный банк Белоруссии с 1991 по 1995 год. Какие самые сложные моменты в этом были? То есть что получалось, что не получалось? Это было сложно. Я бы сказал. Дело в том, что я был назначен Верховным Советом Белоруссии, председателем Национального банка, исходя из того, что я как профессор и подготовил для Верховного Совета проект первых законодательных актов по деятельности банка и банковской системы, по регулированию денежного обращения и так далее. Я не один, а вывез коллективом творческим, называли временем творческий научный коллектив. Вот мы подготовили такие законодательства. После этого нужно было назначать председателя уже суверенного Национального банка Белоруссии. И наши специалисты Верховного Совета, внучка Роман Иосифович и другие, поехали в Москву искать специалиста. А им Герашенко там сказал, что мы хотим забрать от вас специалистов. У вас есть Барнанкевич, у вас есть Ткачук, есть целый ряд специалистов такого высокого... То есть они хотели вас в Москву забрать, наоборот, в Белоруссию. Да, высокого класса. Значит, и после того, как они вернулись, сразу предложили мне. Значит, я дал согласие, понимал всю сложность, проблему, но я чистовал террористскую подготовку. Поэтому я решил, что буду создавать этот банк. Все-таки я был доктором наук, профессором. Значит, поэтому... Что такое профессор? Это знает опыт, примерно понимает, на каком уровне построена эта рыночная банковская система. А мы ведь хотели создавать рыночную экономику, социально-артирную, ну, рыночную банковскую систему. У меня некоторые иллюзии на посту председателя Национального банка закончились. Мы были воспитаны в таком советском духе, что вокруг все долги. Что они готовы додить только славянам, белорусам, экономике белорусской. Вот, и такая мифология была. А когда я стал председателем, и мы обратились за помощью, каким путем, с помощью каких рычагов и инструментов создавать эту банковскую систему и денежную систему, мы получили огромную помощь от мирового сообщества цивилизованного. Значит, я могу похвастаться, что у нас практически все ведущие специалисты, главные специалисты, ну, начальники управления отделу прошли не один раз даже стажировку в Финляндии, в Великобритании, в Германии, в Нидерландах, в Соединенных Штатах. Я прошел стажировку тоже сначала в Великобритании, потом в Париже, вместе с другими руководителями суверенных центральных банков постсоветского союза, этих вот вновь образовательных государств. И я могу еще сказать, что не такая уж плохая подготовка была в Советском Союзе, я не почувствовал чего-то, скажем, в Банке Франции, что я хуже их теорию знаю. Теория базовая, рыночная, она была известна нам, особенно тем, кто хотел познать эту теорию. И у меня закончил институт с красным дипломом, с отличием. Поэтому я знал все эти вещи. А тем более во Франции я нашел еще некоторых коллег из Белоруссии. Жена там второго... Вы уехали туда работать, да? Нет, я когда на стажировке был. Жена одного из руководителей Центрального банка Франции была белорусска. Из Белоруссии, из Минска. Она передала для матери своей со мной подалки сюда. Она меня там, что называется, выделила особенной. И поэтому и Дарусь ел, это глава этого банка Центрального, тоже выделил. И приглашал в Опер вместе с ним там и так далее. То есть чувствовал себя свободно. И среди других коллег. Я приехал без всяких подалков, как не очень богатый белорус из богатой республики. А мои коллеги из Армении, из Азербайджана ковер провезли. Еще все. Значит, но они сами как-то скромничали. Попросили, чтобы я их всех научил этот ковер Дарусь ел. Этому управляющему Центрального банка Франции. Ну и я с удовольствием эту миссию выполнил. Но снова-таки хочу сказать, какую иллюзию и мифы это. Что не помогают они нам. Что они вдродят только. Ну ничего же подобного. Они приняли наших людей. По 15 человек, по 10, по 5 человек. Принимали во все эти банки. Обеспечивали их, что называется, жизнеобеспечением. И деньгами, и питанием, и растений, и всем. Что они хотели от нас что-то? Ну понятно. С одной стороны, они познавали вас, вы познавали их. И вы были для них, и они для вас. В то же время, уже тогда начиналось, опять же, как-то начинались вести разговоры о возвращении опять в какое-то союзное государство. И уже тогда шла речь об объединении денежных систем, насколько я понимаю. В то же время вы были противник объединения этих систем. И, собственно говоря, появились белорусские талеры, которые в обращении не были запущены. Почему произошла такая ситуация с талером? Почему, скажем так, не было объединения денежных систем? То есть центры пристижения были разные? Я бы сказал, что о моем мировоззрении еще два слова хочу сказать. Я никогда не был противником интеграции. Но я с кем интегрировался? На каких условиях интегрироваться? Я считал, что с Россией нельзя интегрироваться, потому что у них неустойчивая политическая система. У них нет настоящей демократии, нет настоящего оплеврализма, нет настоящей конкуренции. В том числе и в экономике, и в политике. Этого вот нету. Что можно объединяться, если ты знаешь, что административно никто не будет давить на нашу экономику. Что если мы разрушаем старую систему административно-командное управление экономикой, то мы должны немедленно создать новую систему, где наказанием является банкротство. Здесь главным показателем является прибыль, рентабельность. Потому что за счет рентабельности прибыли существует государство, существует общество, и так далее, и так далее. То есть рыночная экономика – это нормальная экономика. Поэтому беседовали, ездили под руководством Кебича в Москву. Часть всей объединения, денежных систем, был категорически противником сдачи прав наших республики. И мы поставили условия. А кто-то выступал за из белорусской делегации? Ну, безусловно. Когда мы летели туда на самолете, мы вели переговоры, и мы выработали общую позицию. Но это позиция моя была. Полиция сохранить, что называется, право вето на любые решения, если надо. Сохранить долю такого управления по решению любых вопросов, затрагивающих Белорусскую банку, системы экономики, сохранить собственность Белоруссии, сохранить Центральный банк Белоруссии. Просто как бы объединение такое имеет свою долю в общем правлении объединенного банка. Но я еще был противником той системы, что не только ведь банк определяет финансовую систему страны. Это бюджет. И основное направление денежно-крытной политики всегда рассматривал Верховный Совет. А какой Верховный Совет был бы у общего рубля, российского рубля, который россияне хотели ввести на территории Белоруссии. Какой Верховный Совет? Какой законодательный орган? Это Конституция не будут смотреть. Поэтому я и возражал. Я взял, покуда не будет меняться Конституция, я не подпишу этот документ. И так далее, и так далее. В этом был спал. Сначала на этой позиции стоял Кебич, Мишникович и другие. Шаг за шагом они отступали. Считали, что мы погибнем. Что только наличие российского рубля спасает Белоруссию и экономику. Россия нас стимулировала. Стимулировала. Это уже была своя валюта. И мы уже контролировали денежную массу. Если говорить о ошибке, которую я допустил, я не настоял. По чьей инициативе появился белорусский рубель, вот зайчики так называемые? Тут не надо, видимо, так однозначно толковать, что зайчик – это белорусский рубель. Идея была у правительства, не у Национального банка выпустить карточки для того, чтобы на ладу с рублем, с валютой, каждому дать карточку, чтобы по ней он мог кручить, купить товары первой необходимости – хлеб, масло, крупа, молоко и так далее. Чтобы по жестким ценам, по нормальным ценам, таким приемлемым для большинства людей, чтобы они могли жить. Это была хорошая идея, но это было карточки. Поэтому сами зайчики были выпущены не банком, а банк по конституции суверенен по отношению к правительству, независимый банк. Он подотчетен только парламенту по нашей первой конституции. Он и сейчас подотчетен больше президенту, а не парламенту. А там был подотчетен парламенту только, а правительство он не подотчетен. Но так как Россия, внезапно, не советуясь с белорусами, ввела национальную валюту свою, российский рубль, взамен советского рубля, и мы не могли получить деньги в советские, в российском банке, в знаке Российской Федерации. А были отпечатаны с высокой степени защиты зайчики для целей карточного снабжения населения. Мы издали совместное постановление правительства Национального банка по эмитированию уже как валюту эти зайчики. И уже Национальный банк... То есть Россия нас стимулировала. Стимулировала. И я бы сказал, что так. Идти на свою национальную валюту. Она стимулировала не только это. Я вот почитал свою борьбу с правительством и Верховным Советом за национальную валюту. В Верховном Совете, в правительстве почему-то было такое убеждение, не верая в собственные силы Белоруссии. Считали, что мы погибнем, если уйдем с рублевой зоны. Что только наличие российского рубля спасает Белоруссию и экономику. Поэтому все мои требования ввести национальную валюту не принимались ни правительства, ни Верховного Совета. Но Национальный банк пошел на обострение где-то в 1994 году. Мы приняли постановление об установлении обменного курса по отношению к российскому рублю белорусской, белорусско-советской рубля, скажем так. Той валютой, которой мы пользуемся советским рублем. А что такое обменный курс? Это уже своя валюта. Это уже была своя валюта. И мы уже контролировали денежную массу, мы знали, сколько выпускаем. У нас учет уже появился конкретно, уже не того советского рубля, учет которого был в Центральном банке Советского Союза. А уже свой учет, своя валюта была уже, со своим обменным курсом. И таким путем мы шаг за шагом добивались, де-факто у нас уже была валюта. И что до того, как Верховный Совет наконец-то, по нашему предложению, утвердил единым платежным средством на территории Белоруссии? Это белорусский рубель. Ну а почему он был, не название его сохранили? Ну, считали в президиуме Верховного Совета, что рубель это привычнее для гражданина Белоруссии. Почему тогда он не прошел? Ну, вот из-за этого, чисто психологически. То есть это название, да, то есть? Да, это название. Я считаю, что я здесь вот одна вещь, я говорю, это ошибки, которые я допустил. Я не настоял. Я должен был настаивать. Почему эта ошибка была? Сегодня даже грядит, это даже мне. Я считаю в прессе стоимость столько-то рублей. Я не знаю, это белорусский рубель или это российский. Какие еще ошибки, на ваш взгляд, у вас были? Ну, видимо, было несколько ошибок. Но я больше помню то, что мне удалось. Скажем, мне удалось, скажем, превратить Национальный банк Белоруссии в такой институт исследовательский, который оценивал развитие экономики. Проблемы находил, какие в экономике проблемы. И в банкосистеме, и в том числе в экономике. Параллельно у меня появилось 20 кандидатов наук, отделов специальных, у нас в банке. До этого не было ничего подобного. Я создал такой наушный средств и центр. И мы по-своему оценивали развитие экономики. И свои предложения давали. То есть занимались аналитикой уже? Аналитикой, правительству и Национального банку. И, исходя из этого, вскрывали эти проблемы, которые нужно было выпячивать и решать их. Не скрывать их, а решать, чтобы развитие экономики было. Это вот, я считаю, одно из достижений. Второе достижение – это опыт. Это то, что мы договаривались и нас, наших людей, не только меня, а начиная от экономиста, родового, старшего, ведущего, главного, начальника отдела управления, прошли стажировку в центральных банках, ведущих центральных банков, устойчивых в центральных банках других стран. Скажем, мы еще не знаем, сколько реальности строит даже тракторный завод. Почему бы их финансировать? Для чего это надо? Кому это нужно? Лучше, может быть, безработных иметь. Платить им среднюю зарплату. Я говорю, что никогда Беларусь не обанкротится. Вот в 98-м году в Санкт-Петербурге вышла книга «Станислав Богданкевич. Как жили, как живем, как будем жить». Здесь собраны ваши публикации с 94-го по 97-й год, ваши комментарии там, да. В частности, вы здесь говорили о переходном периоде от командно-административной системы к рыночной экономике. Вот. И было логично, что этот переходный период должен закончиться. Вот меня интересует, этот переходный период в Беларуси, он закончился или нет? Я думаю, что он не закончился. Главное в переходном периоде – иной режим управления экономикой. Рыночной экономикой должны быть самостоятельные субъекты хозяйств. Де юре и де факто. Скажем, если государственное предприятие, правительство может с ним, если за крупные, может с ним заключать контракт. Надо ставить не количественные какие-то показатели, прежде всего не количественные, а качественные. Это рентабельность, это ликвидность, это кредитоемкость, кредоспособность. То есть это главное. Вот я смотрю сейчас статистику. За прошлый год объем товаров на складах вырос с 6 миллиардов до 9 миллиардов на 40 с лишним процентов. То есть мы произвели что-то, и оно лежит на складах. Что-то такое. Это вы, национальный продукт, упал как будто бы не намного, там, менее чем 5 процентов минус. Но на самом деле то, что произведено, что включено в национальный продукт, это тоже не реализовано. Поэтому там не 5 процентов, а все 10 будет. То есть искажаются основопомогающие для оценки ситуации данные для власти имущих. Вот это вот плохо. Ну вот вопрос, опять же, в названии книги «Как живем, как будем жить». То есть «Как будем жить», вы, собственно говоря, делали какие-то прогнозы и надеялись, что будем мы жить, но как минимум изменения должны были вспыть какие-то скоро там, да? Да. То есть насколько-то ваши прогнозы оказались реализованы? Я бы сказал, у нас кое-что сделано. У нас ведь были перекосы страшные до того, как экономика более-менее стабилизировалась. То есть у нас, скажем, за молоко колхозам платили там 1800 рублей, а продавали в рознице за 180 рублей. Это как можно жить так? То есть цена как минимум должна покрывать издержки на конкурентной основе. Что значит, что если ты плохо управляешь, то ты разораешься, ты становишься банкротом. И руководителя заменяют на другого, который может поднять экономику. В этом рынок суть. Суть рынка – жить по средствам. Ну, что у нас сегодня, что мы не достигли, скажем так, в рыночной экономике? Это нет рынка ценных бумаг. Скажем, мы еще не знаем, сколько реальности стоит даже тракторный завод. На рынке сколько он стоит? Сколько за него готовы платить? Ну да. Которые выпускают? Сколько стоит БелАЗ, БелМАЗ? Некоторые стоят хорошо, но все равно. Мы не знаем, рыночная цена должна быть. Сколько реально он стоит на рынке? Это реальная цена, а не та цена, которую административно кто-то установил. Это как установили раньше административно валютный курс. Ну и живи ты с ним. Пожалуйста, ты не можешь ни купить, ни продать валюту. А купить, продать сегодня можно только потому, что Национальный банк исповедует рыночные подходы. Он подает по рынку, по спросу и подложению. Подает по спросу и подложению. Это рынок, вот Национальный банк. Как вы сейчас оцениваете деятельность Национального банка? Ну, я оцениваю в целом с учетом тех реалий, что самоуправление, сам режим управления сохранился административно, такой план, командный. С учетом реалии я оцениваю положительно. Больше они не могут. Значит, другое дело, что, я думаю, и руководство нашей страны сегодня уже понимает, что нельзя делать эмиссию, что безрессорсную, что эмиссия – это налог в виде инфляции. Население выплачивает. Дальше что не сделано? Значит, рыночная коммуникает предполагает, что государство должно помогать конечному потребителю. Не заводу. Завод сам должен научиться продавать продукцию по рыночной цене. И затраты делать в рамках таких, чтобы был рентабельный производство. А если где-то помочь надо, надо, конечно, потребителю помогать. То есть гражданину помочь, населению помочь и так далее. А то столько времени мы финансируем из бюджета неэффективные предприятия. Почему бы их финансировать? Для чего это надо? Кому это нужно? Вот это вот. Лучше, может быть, безработных иметь. Платить им среднюю зарплату. Это лучше, чем мы гробим. И потом у нас бюджет как будто бы положительный. А на самом деле что происходит? Банки заставляют дать ресурсы невозвратные. И вот даем закредитован тот же тракторный завод, закредитованный автомобильный завод, закредитованы многие другие крупные предприятия. То есть у них нет собственных оборотных средств, собственного оборотного капитала. У них есть капитал невозвратный. Вот он получил в виде кредита, он не вернул. Конечно, это вина Национального банка. А как вы сейчас оцениваете перспективы белорусской экономики? Вот исходя из этого, я бы сказал, я оцениваю нашу экономику не как рецессия, а как стагнация. Я думаю, мы что тут видим? Мы видим количество населения уменьшилось там на 55 тысяч. Мы видим количество работающих снизилось за год на 70 тысяч. И так далее, и так далее. Мы видим, этот ресурс уменьшается. Тот, который производит продукт. Идет уменьшение. Да, но в то же время независимые экономисты, они всегда как-то давно, уже очень много лет прогнозируют какие-то негативные последствия для белорусской экономики, негативные перспективы. Да, и в то же время белорусская экономика, вот она выживает, да, и живет, и периодически даже развивается там, да, и находятся какие-то там триггеры для... Почитайте мои выступления в прошлом. Я говорю, что никогда Беларусь не обанкротится. Она не может обанкротиться. Потому что всегда будем производить хлеб, зерно, бульбу. Не обанкротимся мы. Даже если остановятся целые заводы. Но мы уже оцениваем с позиции уровня жизни. У нас резко упал ассортимент в магазинах. Упал он. Высококачественных товаров нету, есть больше китайских. Но на самом деле этот уровень жизни ухудшается. А что это иное? Инфляция почему растет? Потому что рынок ненасыщен товарной массой. Деньги, скажем, какое-то мило есть. Хотя бы тот же раз просто упал. Но нет предложения. Оно есть в магазинах, но нет уровня, качественно. Это так говорится, что обойдемся мы без итальянского сыра. Или какого-то и что-то. Но да, обойдемся. Но жизнь от этого ухудшается. Выбыл, как свободному гражданину меньше, стал на этом товарном рынке. В этом же проблема. Поэтому я... И что я вижу? Мы потяраем рынок цивилизованного, технологического мира. Мы потяраем его реально. Это факт, это факт. Вы родились в деревне Шаповалы Воложинского повета Новогрудского воеводства. То есть в Польше еще. У нас был не деревня даже, это хутор. Это хутора были такие, шаповаловские. Там много было живых. Когда-то мой дед купил для своих детей у княгини какой-то польской землю. Кредит взял, землю купил и поделил. Моему отцу дал и его брату, и тете куски этой земли. Земли довольно было много, но она была такая песчаная. И мне отец говорил, что вот хорошо, что не урожаи все были. А то вот вывезли вы, как кулака. А так не урожай за неурожаем и за количество земли. Ну и потом говорит, что народ хорошо относился к нашему семейству, к нему лично. Учитывая, что он был наиболее грамотный, потому что он окончил какую-то семинар учительскую. Есть фото его. Агрономическую школу окончил возле Баршавы. Поэтому уровень его был образования. Он немножко учитель начальной класса потом попадал. Такой был означенец. В колхоз это уже после войны попали? Да. В колхозе он работал каким-то там чиновником немного. А потом мы уехали в Молодечное. Он перевез дом туда. Ну у вас вот трое детей, один сын живет в Украине, один в Белоруссии, один в Украине, один в Польше. Да. Да. И получается, вы как с ними связываетесь? То есть тоже в журнале... Я был как-то кому-то... Из какой-то газеты журналисту сказал, что покинули меня. Должал я этих детей. Ага, толку все разъехались. Так они меня обидели все равно. А, я видел заголовку. Такое, что все дети уехали. Ты говоришь, кто же тебя... Я остался один, да. Не, так я говорил, я же в эти шутки сказал. А так, а они заговорок этот, ялка это пропадали. Я считаю, что у меня нормальные сыновья состоявшиеся. Ну вы как с ним связываетесь? Связываетесь? По Вайбл. Да. Часто звонят? Я бы сказал, у меня чаще всего это мой средний сын Антон. А где он? Он... Ну сейчас он во Львове. Во Львове, да? Да. Красно. А второй сын Волшавя. У вас же много внуков еще, конечно же вас навещают. Да. У меня есть внуки уже взрослые. А эти внуки маленькие. Всего 7 внуков. И 2 правнука. Ну я сейчас настоящий пенсионер. Пенсионер, да? Как вы пенсию получаете? Нормальную? Ну у меня есть пенсия государственного служащего. А в прошлом году издан или принят новый закон о государственной службе. И если имеешь стаж у служащего 25 лет, то тебе назначают пенсию не как всем остальным там по зарплате, а просто 50% к действующей зарплате по нынешней должности. То есть 50% за зарплату председателя Носбанка, да? Да. Ну наверное нормально. Ну я считаю, что нормально. Но я только всегда подчалкиваю, что пенсию я получил через суд. Потому что меня как оппозиционер решили не давать мне пенсии его служащего. В общем режиме, хотя по закону я полностью имею стаж. Я имею стаж не только госслужащий, но и я 10 лет работал заведующим кафедрой, но это не входит. Это не госслужащий. Судья назначил мне пенсию, я не ходил, даже мне адвокат все это делал. То мне адвокат говорит, что скорее всего что протестуют, но никто не протестовал. И так пенсию я и получаю. К лече комиссии вы тоже относитесь? Я когда-то относился, но президент меня выбросил. Но я вообще-то крепкий. Раньше мама болела. И когда я чусь уже с комиссией, меня только не надоедали, что звонили, я вещь на обследование и так далее. А когда это пришло время обследоваться и лечиться, то у меня этой льготы нет. Сейчас лето вы поедете на дачу опять, как я понимаю. Да, но у меня дача. Все время хотел, чтобы меня на мою дачу президент посмотрел. Дача у его сторонников, у его друзей и мою дачу. У меня так называемый финский домик. Сколько соток? Пять соток. Чуть-чуть там не хватает. Правда у меня сейчас сын имел в старшую дачу рядом. Одни и другие уезжали на историческую родину. Ну и сыну ее купил тогда. Но так как он этим не занимается и не занимался, он передал ее мне. И сейчас у меня два участка есть. Но все они у меня в таком состоянии. Там кусты, яблони, орехи грецкие. Два больших и большого уезжая в этом году был. В прошлом году. Вот этим. Малина. Я там видел в той комнате, у вас книга такая большая, вино написано. Вы вино пробовали делать? Или делаете? Ну вино там, вино всех сортов. И на всем земном шаре там описывается. А я вино пробовал делать, но у меня никогда не получалось. Ну я один раз вычитал все это с интернета, как делать. И все по норме делал. Но у меня банка стеклянная сахара, банка с солью. Ну и я не разоравшись, с солью высыпал сюда, сколько надо. И она стояла у меня долго. А потом начал угощать кое-кого. А вот у нас соленое все. Вылив это вино и больше уже не занимался. А сок иногда. Ну а как вы думаете, когда вот эта вся ерунда, которая сейчас творится, она закончится? Ну у меня близкие связи, кроме того, что у меня сын на Украине, во Львове. Это у меня внучка старшая, замужем за украинцем. Гражданин Белоруссии на украинцем. И у него два дяди на Украине. Один полковник милиции и второй военный воюют. У них сыновья в армии сейчас. У них два дома, оба дома разгромлены. И поэтому их семьи внутроперемещенные лица. Просто где-то в деревнях. Ну ясно. Ну когда закончится, бог его знает, настолько трудно судить. Я согласен с тем, что победить агрессору Россию трудно. Потому что у нее атомное оружие. И кроме того, ресурсы огромные. Но они борются за свою землю. В конце концов, россияне на чужой территории там. Они на своей. Трудно сказать. Делать перемиры сейчас. То это значит оставлять захваченные Россией земли. Ну да. А разве, если бы нас захватили бы Гражданскую область поляки. Что мы не боролись бы за свою землю. Боролись бы, конечно. И они борются. Нужен мир. Потому что много коллег. Много инвалидов. Разрушены мосты, дома, дворцы. Все что угодно. Электростанции. Надо восстанавливать все. Такие огромные убытки. Десятки, а то и сотни миллиардов. Нужные. Это же надо будет восстанавливать. Но надо остановиться. Надо каким-то путем находить компромисс. Мы же признаем, когда подписываем и добавляем послам. Мы признаем территорию суверенной страны. В ее границах. Признанных всем миром. Граница 6. Границы подписались. Я не возражаю, что Россия могла поднять вопрос о Криме. Ну, это же поднимаю вопрос. В России огромные легалки есть. Могли бы скупить все побережье Крымское. Могли бы вложить туда капиталы. Могли бы иметь свою собственность там. И реально, да и де-факто могли бы владеть этой территорией. Где-то они надумали, что войну. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...